Всем доброго дня, друзья! Каждый четверг разбираем какие-то секреты в воспитании детей. Наш постоянный эксперт в этой области, руководитель многофункционального семейного клуба Виктория Тимофеева. Здравствуйте! Рада вас видеть. В последнее время мы взяли темы различных иностранных систем в той или иной стране, как люди воспитывают. Всегда интересно посмотреть со стороны, на что-то новое, может для себя привлечь. И сегодня продолжим этот тренд и поговорим про воспитание в еврейских семьях. Любопытно, что там есть такого особенного, что про это можно говорить как про отдельную систему? Вы знаете, ну как в любой системе иностранной, там есть какие-то вещи, которые будут, я уверена, интересны и для российских родителей. И первое, с чего необходимо начать, это то, что изначально уже даже в малыше видят гения. То есть родители никогда в еврейской семье не будут его каким-то образом унижать, либо не будут его различным образом унижать, имеется в виду его личность. То есть когда говорят, зачастую слышим, что это за дурак такой, да, вот иногда среди наших родителей. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Вы никогда в еврейской семье такую формулировку не услышите. А недаром же есть такой хороший анекдот, что, например, маму с двумя детьми спрашивают, там, Сара Абрамовна, ой, подскажите, пожалуйста, сколько лет вашим мальчикам? Гинекологу 6,5, юристу 4. То есть уже все есть определено и заложено, видит цель мамы? Ну, как минимум видит цель. Ну, а с другой стороны, смотрите, в этом анекдоте очень хорошо показано, что даже в совсем малышах видят личность. И никогда эту личность не принизят и не унизят. Это ненормально для родителей. В Израиле, например, каким-то образом ребенка особенно прилюдно, и также в семье каким-то образом его критиковать даже. То есть это может быть критика, но это всегда будет конструктивная критика. В этом смысле ему действительно никогда не скажут, там, ты дурной, как так можно? Ему скорее, во-первых, а, похвалят любой, даже небольшой его успех. Считается, там, например, даже у Вели какой-то небольшой рисунок, маленькую каракулю, давайте так скажем. Я скажу, какой интересный подход. Ну, наверное, в нашем ребенке просто просыпается Пикассо. Ребенок, безусловно, живет с верой в то, что он гениален. Ну, а есть какой-то баланс? Он, мне кажется, должен быть, чтобы вот, ну, это в крайность не ушло. Вот это постоянная похвальба. Давайте, Александр, я по-другому назову. А есть ли там наказания какие-то? Или есть ли там какие-то ограничения? Безусловно, есть два жесточайших табу. Первое табу – это навред собственному здоровью. Второе табу – неуважение к старшим. То есть всегда дети растут в безусловном уважении и принятии старших. Что касается наказаний. Безусловно, там есть наказания, но они для нас, наверное, будут такие весьма интересные. Опять же, наказания никогда не унизят ребенка и не покоробят его достоинства. Но они должны показать малышу, что он сделал глупость, которая может нанести вред всей семье. Опять же, нарисовал он, изрисовал, например, обои на стене. Обязательно еврейская мама вырежет этот кусочек, повесит в рамку и скажет, какой замечательный рисунок. Но как жаль, что нашей семье придется потратить большую сумму на то, чтобы заменить все обои. Как жаль, малыш, что ты останешься без игрушки. То есть это абсолютно... Потому что, по большому счету, я думаю, что все родители со мной согласятся, независимо от национальности. Задача наказания не унизить, а профилактировать. И в этом смысле научить. Согласитесь, что этот подход весьма интересен. Ну, как минимум, попробовать ему мы тоже можем. Очень хорош. Интересный, да, подход? Единственное, что когда дети совсем, например, сильно расшалились, то максимум, что может позволить себе мама сказать, сядь на пол. Ну, то есть вот это прямо предел. Причем, обращая внимание, что абсолютно не то, что не принято физическое наказание в Израиле, это уголовное наказание. То есть ребенка могут изъять из семьи. Поэтому, вот, опять же, это очень важный момент, что культура зафиксировала и в законе тоже такую свою норму. Такое уважительное отношение к детям. Меняется ли вот со временем, с возрастом этот стиль воспитания? Как вот в Японии там, да, то есть коренным образом переворачивается, здесь что-то происходит? Вы знаете, по большому счету нет. Ну, то есть так, чтобы кардинально, вот как в Японии, да, сначала полностью мы все ребенку разрешаем, потом мы полностью, начиная с шести лет, ребенка ограничиваем во всем. Там несколько абсолютно иная система. Например, ребенку можно все. Ну, что себе означает? То есть дом предоставлен в твое распоряжение, исключительно обычно составляя там личные спальни родителей. Что они говорят? Они говорят о том, что ребенок должен творить, и творить, возможно, из хаоса. И он таким образом понимает жизнь, проверяет себя, проверяет свою творческую активность. И смотрите, он творит из того, что доступно. То есть получается все равно, некоторая доступность или недоступность есть. Это, безусловно, в будущем у ребенка снимет какое-то ограничение или стереотипы. Когда ребенок, например, принимает решение, либо пытается создать нечто, бегая в неких ограниченных рамках. То есть ребенку разрешено многое что. И следом за этим идет такой интересный момент. У них нет культа нарядного ребенка. То есть ребенок должен быть одет чисто и удобно. Для чего? Для того, чтобы он, опять же, изучал мир, катался с горки, возможно, купался в лужи, возможно, брал грязь руками. Потому как это говорит о том, что он познает мир, раскрывает себя. Какое место занимает ребенок? Ну вот нет культа нарядного ребенка, но ему все можно. Я вот смотрю и слышу. В прошлый раз мы говорили про американскую систему, где он там в центре находился, ребенок. Интересно, наверное, скажем так, место родителя. Могу не доползать. Я задаваю вопрос сам. Смотрите, как интересно. Дело в том, что ребенку прививают с раннего возраста самостоятельность. Грубо говоря, принято, чтобы дети гуляли сами, без присмотра родителей. В этом смысле классической, в нашем понимании, гиперопеки там нет. Ребенок, опять же, должен сам. Но, опять же, есть элемент культуры. Там все считаются нормой приглядывать за детьми. То есть не то, что не навредить, а все участвуют в воспитании и приглядывают за ребенком. И что касается роли семьи и роли родителей, то ребенка приучают к самостоятельности. Например, он должен сам пойти договориться с учителем, с друзьями, с одноклассниками. Родители не будут в этом месте вмешиваться. Но, например, сделать презентацию, ребенок будет сам, но текст напишет папа. И в этом смысле вот эта мощная поддержка семьи, она всегда чувствуется и на более раннем, и на самом деле на более позднем возрасте. Интересный момент, что всегда это подается с точки зрения доверия. Ребенку почему позволено играть в доме и, возможно, что-то там крушить и так далее? Потому что ему доверяют. И ребенку доверяют самому идти в школу и обучаться. Ребенку доверяют самому идти в дружбу и, возможно, там создавать какие-то конфликты, их решать. Ребенку доверяют самому идти в последующем в высшее образование, в профессию, а потом в брак. То есть вот этот уровень доверия, это всегда является главной темой и главной нормой воспитания в еврейской модели. Что касается запретов, я просто хотел уточнить. Я уже скоро руку буду поделать. Хорошо. Про запреты. То есть, получается, нет, кроме вот этих двух основных, каких-то строгих, ну то есть зачастую вот что в нашем обществе, там, не бери это там с пола, это брось там, как грязь и так далее. То есть там нет, получается, раз там ребенок может делать что угодно фактически? Таких запретов, которые вы сейчас перечислили, Александр, таких нет. То есть получается, что он испытывает, опробует себя в жизни, свой опыт. И, да, потом, возможно, ему скажет, кстати, сосед, что нельзя брать, не родители. Потому что, опять же, ребенок учится взаимодействовать с соседом, с чужим взрослым. Но там есть очень интересное правило. Помните, да, это уважение. То есть они растут в постоянном уважении к взрослым. Когда ребенок вырос и стал взрослым человеком, принято восполнять своим родителям или родственникам то, что когда-то в детстве было, например, на сессии какой-то ущерб. Если подростком мальчик взял машину, разбил ее, то, соответственно, во взрослом состоянии он обязательно купит машину своему папе. Либо что-то еще. То есть это норма, компенсировать те затраты и те неудобства, которые взрослые понесли, когда он был ребенком. Про мальчиков и скрипки я хотела спросить. Да, да. Неотложный момент воспитания или это некий миф, что мальчиков еврейских всех отдают на скрипку? Наверное, это, конечно, миф. Где-то это анекдотический миф, который в анекдотах проскальзывает. Дело в том, что там, стараюсь, там, безусловно, есть некие нормы. Я бы сказала, наверное, это несколько у нас еще старинные есть представления об этом. Это, безусловно, либо медицина, либо юриспруденция, то есть то, что надо, к чему стремиться, и обязательно какое-то творчество. Обязательно какое-то творчество. Причем, по большому счету, где-то даже неважно, насколько ребенок в этом будет успешен и талантен, мама верит. То есть там абсолютная роль веры мамы в то, что твой ребенок гениален. Почему они считают себя красивыми и умными? Потому что мама так сказала, а маме верят беспреложно. То есть это испытание искусством, скажем так, то есть оно все-таки для каждого или не для каждого? Насколько это роль? По большому счету, это очень распространено, что там, конечно, отдают в детском возрасте в какое-то искусство, для того, чтобы воспитать в ребенке, в том числе и веру в себя, и веру в его гениальность, через себя, через то, что мама верит. Вот про маму. Есть какая-то некая особая у нее роль? Считается, что мама должна исполнять роль, знаете, такой мамопраздник. Накормит, напоит, одарит, вовремя уйдет, лишнего слова не скажет. То есть это принимающая мама. В том-то и все дело. Это очень важно принимающая мама. И, например, при принятии какого-то решения, или сложное, например, у сына решение, она скажет, мама бы сделала на твоем месте так-то, а как ты, дорогой, решил. В этом смысле очень ненавязчиво, аккуратно, с уважением воспитывается ребенок. На самом деле, что сын, что дочь. И, конечно же, потом в этой норме мамы-папы имеют огромный вес в мнении и уважении. Вот почему, например, очень часто говорят, сравнивая, например, в анекдотах, российскую семью и еврейскую семью. Ваня, иди домой. Ваня, иди домой. Ваня, ну что ж ты растешь таким неслухом? Ваня, иди домой. Еврейская мама. Боречка, иди, пожалуйста, домой. Мама, я замерз? Нет, сынок, ты хочешь кушать? Это такой очень старый анекдот. Но смотрите, конечно, там, как это, в каждой шутке лишь доля шутки, а остальное все правда. Обратите внимание, насколько слышащим растет ребенок. И мне кажется, очень многие родители могут вот этот элемент позаимствовать в чем-то, либо хотя бы попробовать. Хотя бы попробовать для того, чтобы улучшить атмосферу в семье, улучшить доверие в семье, улучшить некоторые восприятия. И на самом деле это очень сильно улучшит взаимоотношения ребенка и мамы. Конечно, я, как всегда, говорю, что невозможно полностью всю эту систему перенести, например, там, в российский реалий. Менталитеты разные. Да и не нужно этого делать. Но что-то интересное для себя подметить и попробовать, а если это удачный вариант будет, то дублировать, например, в своей семье, рассказать друзьям и так далее, мне кажется, это очень важный и интересный опыт, который могут позаимствовать и российские семьи. Ну да, ну а вот по поводу удачи-неудачи, то есть у всех же бывают неудачи, как в этом смысле выстроена работа родителя, мамы там с ребенком, если у него что-то не получилось, ну вот в искусство, да, отдали, не получается у него скрипки. А как вот не убить в нем желание чем-то даже заниматься? Если позволите, еще один анекдот. Роза Абрамовна, вы же слышите, ваш ребенок абсолютно не попадает в ноты. Он просто не целится дома, поет как соловей. Вот, наверное, в этом месте и отражается некоторая вещь. Мама никогда ребенка не будет принижать, тем более это обсуждать, например, на людях. Но если есть какая-то неудача, какой-то провал, это обязательно будет обсуждено в семье. Но не с точки зрения, опять же, унижения, а с точки зрения новой точки роста. Новой точки роста, потому как ребенку в этом месте необходимо поиметь, получить какие-то новые дополнительные навыки, возможно, лишний опыт, возможно, лишний концерт в плане игры там на скрипке и так далее. И в этом смысле ребенок воспринимает и сам потом, впоследствии, и будучи уже взрослым человеком, это просто как некие, условно, камни на его пути, небольшие препятствия, а не какие-то огромные заграждения, которые он в жизни не сможет никогда преодолеть и скорее бросит некое свое дело, чем пойдет по пути совершенствования. Мне кажется, это тоже очень важно. Ну и вся эта система воспитания, про которую мы сейчас говорили, она тоже национальная, все ее придерживаются, и она передается из поколения в поколение, да? Потому что у них же, насколько я знаю, ран достаточно, и в брак вступают. По разному сейчас... Раньше да, но все-таки вот такая вещь, как глобализация, она вносит свои коррективы. Потому что если семья, например, проживает на территории Израиля, то, безусловно, эта система будет укореняться, по тому, как там даже среда ее удерживает. И такой немножко момент, даже если, например, российская семья приняла решение переехать туда, то волей-неволей все равно мы будем приходить к этой же норме там. Потому что, повторюсь, система требует этих норм. Если, например, еврейская семья живет где-то в другом месте, то же самое. Но если папа с мамой разной национальности... Опять же, почему я сказала про глобализацию? Сейчас это принято. Большая миграция населения, интернациональные браки. В этом смысле могут, конечно, возникнуть нюансы. По большому счету, как у любой семьи. Потому что, когда разные люди вступают в брак и планируют ребенка, они должны заранее, например, на этапе беременности, договориться о тех нормах, по которым они будут воспитывать ребенка своего. Потому что это люди пришли из разных семей, с разными культурами, с разными ценностями, да буквально с разным пониманием о том, как нужно обедать. И иногда бывает, как раз вот в этом месте, бывает даже буквально на бытовом уровне конфликтные ситуации. Я за то, чтобы заранее все проговаривать и договариваться. Спонтанно это редко бывает. А если уж люди пришли из разных культур, вообще катастрофически, да, из разных культур, то вот эта договоренность нужна прямо обязательно. Слушайте, ну вот нарисовали очень такую симпатичную картину, конечно, вот этого воспитания. Но есть ли какие-то там моменты, которые вы рекомендовали бы там с аккуратностью, с осторожностью или там негативные, прямо с вашей точки зрения, принимать вот нашей системе, нашим семьям? Нашей системе я бы с аккуратностью вводила вседозволенность. Потому как мы не умеем, опять же, это делать. Мы когда-то до этого на эфире говорили о том, что нам очень сложно говорить «нет». Мы не умеем говорить. Потому как в силу того, что ну вот как-то границы свои не умеем собственные простраивать и так далее. И в этом смысле, если, прочитав книгу, там, послушав сейчас наш эфир, мама говорит «все, мой дом, можно все». Ребенок быстро все поломал. И что теперь дальше делать? В этом смысле, безусловно, в рамках, например, еврейской семьи всегда есть нормы, которые ненавязчиво будут задаваться этим детям. И напоминаю еще один важный момент. Когда есть большая степень свободы у ребенка, ну, либо предоставляется ему эта степень дисциплинированности родителей. То есть родитель, а, должен постоянно удерживать какие-то вещи, б, он должен постоянно объяснять спокойно ребенку о том, что такое хорошо и что такое плохо. Это вот, я еще раз говорю, мне очень нравится, например, выражение, как расшалившимся детушкам могут сказать, например, там, тетя, мама, ребята или там, ребятишки, вы как цветы весной совсем распустились. Смотрите, это смешно, это ненавязчиво, это не обидно, но это понятно. Не забывайте, дети там очень слышащие. Поэтому даже такой, ну, пускай смешной и где-то намек будет услышан. И какое-то действие будет, например, приостановлено. Ну что ж, спасибо за этот разговор. Кто-то услышал, кто-то принял, но нужно, как понятно, принимать все аккуратно. Виктория Тимофеева была у нас в гостях, руководитель Центра родительства. Как всегда, огромное спасибо за этот интересный разговор. Спасибо вам. Спасибо.